Первым делом все, что попадает в нашу квартиру, любая коробка с улицы, должна быть обработана антисептиком. Перфект. Вот эту ленту вообще нужно клеить на телевизор. Сзади. Ну, мы ее пока тестируем. Батюш, красивая у нас лента. К ней пульт полагается. А где пульт? У нас уже этих пультов вот один у нас, вот второй. А там еще отсвечек третий у нас есть. Батюш, тебе нравится лента? Ты не той стороной повернулся. Или ты хочешь, чтобы у тебя жопка подсвечивалась? Да? Тебе нравится, как у тебя красиво жопа светится? Конечно. Вот, от свечек у нас немножко другой пульт. Это свечки. Вот это лампа, да. Она здесь еще может разными кружочками. Здесь такого нет. Матюш, давай что-нибудь нажмем. Нажмем синий. А если зеленый? Рыжий. Красный. Синий. Сиреневый. И свет можно поярче и потемнее. Не можно? Вот что идет в комплекте. Вот эта часть. Кто здесь так шлепнулся громко? Бух. Матюш. Он тут отшатнулся. Это не змеюка, Матюш. Лента. Мебелса. Я шучу. Вот, в общем. Э-э-э. Играет сразу кинулся. Это не то, Матюш, с чем играет. Вот это все светится. А с другой стороны здесь, как этот двусторонний скотч. То есть, чтобы можно было сразу налепить на поверхность. Вот так все это крепится к телевизору через USB. И должна сзади быть красивая подсветка. Ты как считаешь, будет у нас красиво? Ты прав, был. Он ее ест. Он все ест. Матюш, тебе не кажется, что ты слишком много в рот засовываешь непонятных вещей? Матюша уже заметил, что его подарок ждет. Да, Матюш, это коробочка для тебя. Да-да-да, сейчас мы покажем, что там внутри. Мы еще не успели все подготовить для обзора, а котик уже появился, уже наблюдает. Сзади телевизора, теперь у нас появилась подсветка. Нам приехало сразу несколько товаров на почту, и сегодня мы про них расскажем. Один из товаров, это подсветка сзади телевизора. Ну, точнее, мы ее наклеили на телевизор. Ну-ка, посмотрим. Он так далеко не... О, надо поближе. Ларик, он не очень далеко берет от пульта. Так, вот разными цветами. Медленно. И можно каким-то одним сетям. Внутри цветами. Внутри цветами. Вот так, значит, красный. Так, синий. И белый. Матюша, нравится тебе наш короб? Ну, я ещё не понял. Привет, Матюша. Ну как, готов распаковывать посылочку, которая тебе пришла? Ну, что ты вышел из кадра, иди обратно. Матюше приехала посылка. Вообще, мы сегодня все в посылках, я уже говорила, кажется. Вот сегодня нам много посылок пришло, но одна из них для кота, и мы её сейчас раскроем. Мы ещё сами не смотрели, всё запаковано. И по мере того, как будем знакомиться с посылкой, расскажем, зачем вы вообще её купили. Мы при вас прям раскрыли посылку, она лёгкая. Что там внутри? Мисочки. И подставка. На первый взгляд, это очень простенькие мисочки, и непонятно, да, чем они отличаются от тех, что уже у него есть. Даже у кота более креативные мисочки. Мы уже пробовали мисочку с бутылкой воды, которая как бы должна автоматически наполняться. Но, если честно, если её не потрясти, вода туда не будет самотечь. Поэтому толку нет. Мисочка креативная с котиком. Но это всё было вскоре. А эти мисочки, они специальные, их разрабатывали люди, которые разбираются в здоровье животных. И они сказали, что животному, во-первых, очень тяжело нагибаться, вот, и долгое время находиться в таком вот положении, когда они пытаются пить или есть, вот, придавливая мокку к полу. И поэтому определённое положение мисок должно быть и определённая высота. Зачем мы купили именно эти миски? Они выполнены из экологически чистых материалов от АРАС. Потом они созданы идеальной формой именно для питомца, чтобы ему было удобно есть. Вот, смотрите, мы оставили старые миски, чтобы можно было сравнить, да, уровень, как располагается обычная миска и как располагаются эти миски. Указано вроде бы на сайте, что из таких материалов создана эта миска, что она не царапается, и в связи с этим, что не появляются царапины, в них не появляются бактерии. Ну, как-то вредоносные. Хотя, понятное дело, и так надо как можно чаще мыть миски животных. Ну что, позовём Матюшу, пусть он скажет, нравится ему покупка, идёт таксить. Матюшу, будешь есть? Будешь есть? Смотри, у тебя новые мисочки. Что это за ерунда? Ну что, из какой мисочки будешь кушать, Матюш? Выбирай. Сухой или влажный? Выбор очевиден. Наш кот выбирает влажный. Матюшу он ест, и у него миска никуда не гуляет. Когда мы давали ему в более лёгкой миске, которая ни к чему не прикреплена была, просто сиреневая-фиолетовая мисочка, то ту миску он гонял, конечно, по всему полу, он прям её пинал. А ещё я где-то слышала, что коту мне, котикам вредно есть из мисок, в которых у них усы упираются в миску, потому что им это неприятно, потому что усы у них очень чувствительные, и им лишний раз, конечно, они могут преодолеть это, ну, то есть, да, но упираются, но лишний раз им это не нравится. А эта миска достаточно широкая такая, что здесь усам вроде бы есть где разгуляться. Она не плоская, а наоборот такая, чашеобразная. Если эти миски зайдут коту, то в следующий раз купим уже для воды что-нибудь похожее, может быть, немножко другого стиля, но, наверное, Ксиоми, Ксиоми, он взял одну и вытащил из миски, я думаю, он ещё на пол бросит, он просто её жевал в воздухе. Матюш, вообще не очень хорошо есть котику и сухой корм и мокрый одновременно, потому что они перевариваются за разное время. Ну, наш кот умный, он это как будто знал, смотрите, понюхал, такой, нет, нет, мне вредно есть оба корма, я буду есть такой важный. Ну, эти котики, они сами знают, что лучше. Почему-то наш кот из этой миски достает еду и ест её на полу. Матюш, у тебя для чего миски купили? Чтоб ты на пол это всё вытаскивал? М? Обезьяны. Чё-то эксперимент пошёл не так, не по плану. Не, кот у нас, конечно, с улицы, он может не знать, как правильно есть. О, там корм. Чё хочешь? А мы тебе уже это дали, вон у тебя в мисочке это лежит. Чего ты хочешь? Ну что, Матюш, удобно? А? Нет? Не разобрал? Жень! Сюда я и лежать! Не разобрал! Ну, наверное, ещё сама, ну, сам пластик, как бы, может, чем-то пахнет ещё за заводом. Недомашний запах, да? Плюс я помыла их, смыл им тщательно. Ой, смыл им нос, чистящий свет. Наш кот ломает систему. Ему поставили миски специальные для того, чтобы у него шея не напрягалась, чтобы он правильно расположился. Он взял, зашёл сзади и ест теперь скрючившись как-то. Непонятно откуда вообще. Матюш, это что за протест такой? Мы для чего старались, дорогие миски тебе покупали? Чтобы ты вот так вот хулиганичал. Вот, Матюш, ты его пугаешь. Матюша будет сидеть, привыкать. Да, Матюш? Я не привыкать к этим мисочкам, я не понимаю, что это стоит, зачем оно здесь стоит. Как я теперь должен кушать? Хочешь тебе перевернуть? К тебе лицом туда? Хочешь под столом кушать? Я же говорю, Матюша у нас уникальный кот. Всё неправильно делает. Купили миски для того, чтобы было правильно, он взял сзади и подошёл. Но с другой стороны, если посмотреть на его расположение, как позвоночник и лап, гипотетически же правильно получается. То есть, он не горбится, ему удобно, он сверху кушает. Какая разница с того, Бог, или с этого. Но стоит отметить, что из миски ничего всё-таки не вываливается на пол. Вот, очень удобно для нас. Миска чистая, всё чистое. Вид симпатичный. Кроме мисек котика, ещё одна интересная вещь приехала к нам. Не только Матюша получил подарок, ещё вместе с его мисочками. Вот такая штучка приехала. Сейчас я расскажу вам быстренько, что это. Мы всегда пользуемся вот такой зубной нитью. Oral-B. Много перепробовала нитей разных. Эта самая оказалась классная. Почему? Самая прочная, самая тонкая. Вот проверенная фирма. И я уже не думала, что мне что-то ещё понравится. Пока не попробовала. Ну, почти ксиоми. Вот это почти ксиоми. Вот, опишу описание в комментарии. Очень приятная коробочка. Ну, в общем, сама нитка классная. Что в ней хорошего? Как вы видите, она с одной стороны широкая. Вот, она с одной стороны широкая, а с другой стороны очень узенькая. Таким образом, у кого какие-то зубы стоят широко, а какие-то наоборот, близко посажены, в любом случае, эта нитка вам поможет всё сковырнуть, что нужно. Вот, при этом она прочная и тоже приятная вообще такая на вкус. Можно жевать её смело, шучу. Так что теперь перехожу на вот эту нитку. Классная. И, по-моему, дешевле, чем Oral-B. Хотя обе хорошие. Если вы найдёте такую пакцию, почему бы нет. Но если вот эта дешевле, то зачем платить больше. Коробочка очень классная. Мне всегда жалко выкидывать такие коробочки, но я не знаю, что с ними делать. Может, вы знаете какое-то применение. Очень удобно делить. Вот здесь вот есть ножичек такой. Всё. Отделили ниточку. Закрыли. Оставили. И вот этой ниточкой вот так вот раз. Блин, ну я маленький просто оторвала кусочек, чтобы не тратить много. Только побольше кусочек оторвите. На пальчиках. Блин, не хватает. Вот так вот зафиксировали. И между зубов. Жук-жук-жук-жук-жук. Всё идеально. Потому что, если вы не пользуетесь такой штукой, ну можете вообще тогда считать, что вы не заботитесь о зубах. Потому что обычная щётка ничего не вычищает. Вот такая простая щётка. Это была в стуле. Потому что после этой щётки половина того, что вы жевали, кусочки яблок, мяса останутся у вас в зубах. И как только вы начнёте пользоваться зубной нитью, флоссом, по-моему, американцы называют флосс, то вы заметите гораздо, ну разницу между тем, что после чистки зубов, как вы вообще классно себя чувствуете. Когда станете легче на 10 килограмм. Задим Матюшу понюхать. О, ты Матюша по-чинтюзу не спишет. Кусь? Кусь или не Кусь? Кусь? Или не Кусь? И не Кусь? Субтитры создавал DimaTorzok